Всем привет-привет, дорогие друзья! С вами я, Шипач. И сегодня мы будем лепить двухэлементного монстра с острого псионики по имени Пузыретто. И выбрал я его не просто так, а потому что большинство из вас на моем телеграм-канале проголосовали за него. Также на моем телеграм-канале выходит много всяких гайдов и плюшечек, поэтому переходите по нему по первой ссылке в шапке профиля. Плюс лепка выходит там самый первый. Ну что ж, давайте приступим к лепке. Нам понадобится для этого розовый, фиолетовый, черный и синий, а также белый. Но у меня его осталось мало, поэтому... Я буду лепить ее из воздушного пластилина, как слепил, например, эту Соленикс. Фигурка застывает быстро и за счет этого сохраняет свое положение. И получается очень крутой. Что ж, погнали! Ну а пока я леплю, я вам расскажу кое-что интересное о пузырете. Блестящие пузыри пузыреты выглядят так, будто вот-вот лопнут. Но не заблуждайся. Она тверже свинцового шарика. Как ее не щипай и не тыкай, не лопающаяся пузырета выдержит все. За годы постоянных тычков этот мягкий монстр стал тверже пожеванной жевательной резинке. Био в игре. Примерное описание. Пузырета является пухлым пурпурным монстром с единственным голубым глазом и парой тонких скрещенных рук. Ее тело усеяно жилистыми пузырями, которые она использует для воспроизведения своего звука. Инструмент пузыреты – это бас-барабан тарелки. Быстро надувая свои пузырьки, она воспроизводит звук грохочущего басового барабана. Или ударного барабана вместе с тарелкой Crash, наложенного сверху. В концепт-арте пузыреты этот инструмент назывался Dragon Dance Drums. Она играет свою роль во время куплета, в котором плавотек и осьмидупы поют дуэтом. К сожалению, концепт-арт пузыреты я не смог найти. Разведение пузыреты. Для выведения пузыреты необходим водный и псинический элемент. Поэтому пузыреты имеют всего лишь две комбинации разведения. Первое – полизатор плюс терминиум. И второе – это любой монстр на псиническом острове плюс пузыреты. Но так как это магический монстр, то его будет намного труднее вывести по сравнению с природным. Так что для увеличения шансов вы можете зажечь факела. А если вы не хотите тратить гемы, а хотите, чтобы вам кто-то зажег факела, то вы можете перейти в мой телеграм-канал. Первая ссылка в шапке профиля. А также в описании. Там вы сможете найти себе друзей, которые помогут вам зажечь факела. Плюс там выходит много чему интересного. И вы сможете найти это только там. Ребята, а вы когда-нибудь замечали, что монстры пузыреты чем-то напоминают принцессу Пупырку из мультика «Время приключений»? По крайней мере, я нахожу их немного схожими. Происхождение имени. Название. Потенциально может произойти от игры в слов. Поп-ит. Лопни это. Из-за того, что тело монстра покрыто пузырями, которые пытались лопнуть многие монстры. Радости. У каждого монстра есть свои радостные радости. Когда объект или монстр ставится рядом с монстром, то его уровень счастья повышается на 25%. Также вы можете использовать древо счастья. И можете ставить где угодно объект, который нравится монстру. И за счет этого все равно уровень счастья будет повышаться на 25%. А у пузыреты радости такие. Перископ. Гора кусочек. Дерево ням-ням. И секретная радость статую Варблу. Реализация монстра была 25 сентября 2019 года. В версии 2.3.2. Достаточно старый монстр. Также небольшой фактик. Пузырета один из тех монстров, которые левитируют даже во время сна. Что ж, а на этом интересные факты закончились. Так что просто расслабьтесь и смотрите на лепку в ускоренном режиме. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА